Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 250 000 отличных БУ-запчастей, а на складе «МотоСтронг» несколько десятков отличных мотоциклов. Мы сами их выбираем и привозим, отдаем предпочтение байкам с минимальными пробегами и продаем их по честным ценам. Эти двухколесные скакуны не разочаруют и пройдут любые проверки. Если вы не можете приехать к нам, мы запишем для вас видео осмотр мотоцикла. Звоните! Менеджеры «МотоСтронг» ответят на все вопросы, помогут с выбором и доставкой в Россию. Все контакты в описании к ролику. Прямо сейчас мы разберем маленький и вполне надежный двигатель от Hyundai и Kia. Итак, встречаем 1.5 CRDI. На компактных автомобилях Hyundai и Kia встречаются моторы 1.5 CRDI. До 2006 года это были трехцилиндровые двигатели с одним распредвалом, разработанные компанией итальянской VM-мотори. В 2005 году эти двигатели заменили на четырехцилиндровые того же объема. Это совершенно новый двигатель, который относится к новому семейству корейских турбодизелей объемом от 1.1 до 1.7. У него два распредвала в ГБЦ, цепной привод ГРМ, во впускном коллекторе присутствуют вихревые заслонки, топливная система Common Rail от Bosch, а все турбокомпрессоры, которые устанавливаются на этот двигатель с изменяемой геометрией. Этот двигатель устанавливали на три корейских автомобиля – Hyundai Accent, Hyundai Getz и Kia Rio. Этот мотор существует в вариантах мощности – 88 л.с. и 110 л.с. Корейский двигатель 1.5 CRDI надежен и явных слабых мест не имеет. Проблемы с ним случаются из-за откровенной экономии на обслуживании, так как этот мотор приводит в движение корейские автомобили, которые сегодня находятся в плохом состоянии или потому что они очень старые, значит, стоят недорого. И потому владельцы считают, что этот двигатель не заслуживает вливания денег в хороший сервис. И сегодня мы разберем вот этот двигатель, снятый с Kia Rio 2007 года. В редких случаях двигатель 1.5 CRDI может расходовать масло. Если уровень масла снижается, то значит, надо проверить сапун, мембранный клапан, который находится на трубке, соединяющей клапанную крышку и впускной патрубок позади фильтра. Находится он примерно вот здесь. Задача этого клапана как раз состоит в том, чтобы он не высасывал порыв масла вместе с картерными газами. Стоит он всего лишь 10 долларов. Его лучше всего заменить на новый, чтобы восстановить работоспособность системы вентиляции картонных газов и избавиться от масложора через пускной коллектор. К пробегу в 200 тысяч километров может выйти из строя датчик положения коленвала, который считывает показания с маховика. Тогда двигатель перестает заводиться, то есть стартер крутит бодро, а двигатель не заводится. Также может иногда двигатель отказаться запускаться через раз. Во всех версиях турбодизель 1.5 CRDI оснащен турбокомпрессором Garret GT1544V с изменяемой геометрией. Турбокомпрессор очень надежен, систематических явных проблем по его механической части, по мембране актуатора, а также по управляющему электромагнитному клапану не замечен. Топливная система двигателя 1.5 CRDI оснащена ручной помпой лягушкой, которая служит для наполнения топливного фильтра после его замены. Находится лягушка на корпусе, который прикручивается сверху топливного фильтра. Наполнять топливный фильтр топливом надо до той степени, пока топливо не начнет сочиться из-под колпачка, который находится на малой трубке. Этот колпачок нередко теряет герметичность и происходит подсос воздуха в топливный фильтр. Двигатель тогда плохо заводится, работает с пропусками воспламенения и другими симптомами завоздушивания топливной системы. Чтобы решить эту проблему, надо просто заменить этот колпачок. Сегодня в разборе этого небольшого мотора нам поможет полюбившийся вам Евгений. Мы начинаем нашу разборочку. Впускной коллектор двигателя 1.5 CRDI довольно быстро зарастает гуталином, поэтому чистка впускного коллектора и клапана EGR – это обязательная процедура каждые 50 тысяч километров. Если загрязнён впускной коллектор, то тогда двигатель теряет в тяге, повышается дымность, повышается расход топлива. Чтобы его почистить, надо снять и использовать горячую воду или пар, а также растворители. После чистки моторчик едет гораздо бодрее. Также отметим, что во впускном коллекторе есть вихревые заслонки, которые не отламываются. Это означает, что они не наносят урон двигателю. Максимум, что здесь надо делать – это чистить впускной коллектор. Клапан EGR на этом двигатель легко снимается, легко чистится. А если сильно нарушена подвижность клапана EGR, то тогда блок управления высветит соответствующую ошибку. Почти на всех дизелях присутствует заслонка с захлопкой. Её тоже надо чистить, чтобы двигатель не задыхался. На топливной рампе установлен регулятор давления топлива, которое сбрасывает лишнее давление топлива, когда двигателю в нём нет необходимости. Зачастую этот регулятор становится причиной того, что двигатель уходит в аварийный режим с ошибками по низкому давлению. Если ошибки не появляются, то двигатель может плохо заводиться с долгой прокруткой, а также глохнуть на ходу под нагрузкой. При снятии регулятора на его крохотной сетке обнаруживается загрязнение. Мелкая, буквально микронная стружка. Она едва ли нанесет урон топливной системе, но клапан-регулятор первым реагирует на эти загрязнения. Клапан-регулятор изнашивается, после чего он начинает пропускать топливо в обратную магистраль. Из-за этого в некоторых режимах работы двигателя и даже при запуске моторов давление топлива в рампе не достигает требуемой нормы. Замена регулятора часто решает все проблемы по топливной системе. Но топливная рампа очень неудачно зажата между ГБЦ и впускным коллектором. Чтобы снять клапан-регулятор, надо смастерить особый гаечный ключ на 30, чтобы открутить вот эту гайку. В ГБЦ два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют. Если говорить о состоянии, то претензий нет. Черный масляный налет свойственен любому дизельному двигателю. Также отметим, что гнезда под форсунки изолированы от пространства в клапанной крышке. Поэтому, если огнеупорные шайбы прогорят, то газы будут пшикать наружу. Сюда попадать не будут. На двигателях 1.5 ЦРДИ установлены в приводе ГРМ две роликовых цепи. Их ресурс не впечатляет – примерно 100 000 км. Поэтому многие корейские автомобили зашелестели цепями в гарантийный период, и дилеры были вынуждены менять их по гарантии. Также меняли направляющие и другие компоненты ГРМ. Вместе с шелестом цепи часто появляется такой симптом, как неуверенный холостой ход и сизый дым. Это последствия рассинхронизации распредвалов и коленвала. К цепям надо прислушиваться. Не стоит игнорировать шелест цепи после запуска холодного двигателя очень долго. Также есть мнение, что из-за использования неправильного, более вязкого масла натяжители оказывают избыточные нагрузки на цепи и они растягиваются быстрее. Правильная вязкость моторного масла для мотора 1.5 CRDI 0W30 и 5W30. В основе топливной системы двигателя 1.5 CRDI насос высокого давления Bosch CP1H3. В нем присутствует насос механической подкачки, а также дозирующий клапан, который регулирует объем подачи топлива к плунжерам. Не устанем упоминать, что это очень надежный и прекрасный ТНВД. То же самое можно сказать и про форсунки Bosch. Это базовые электромагнитные форсунки с огромным ресурсом. Только после 300 тысяч километров форсунка может начать сливать топливо в обратную магистраль. Это проявляется в неуверенном запуске двигателя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратим внимание, что пары впускных и выпускных клапанов расположены поперечно. Если говорить о состоянии этой ГБЦ, то все чистенько. То есть топливо-воздушная смесь сгорала правильно. Ну а если говорить в общем про ГБЦ двигателей 1.5 CRDI, то они надежные. Никаких проблем у владельцев они не вызывают. Блок у этого двигателя чугунный, открытая рубашка охлаждения. Если говорить о состоянии, то хон слабенький, но откровенного износа мы не видим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К состоянию кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы у нас нет никаких претензий. Шейки келенвала в хорошем состоянии. Также без износа шатунные и коренные вкладыши. Этот моторчик ходил бы еще и ходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И еще мы обратили внимание, что хон в цилиндрах слабый. И это объясняет, почему выхлопные газы оставили вот такой слой нагара в охладителе EGR. Значит, моторчик начал подъедать масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верхние коренные вкладыши тоже в прекрасном состоянии. Кому интересно, в блоке присутствуют маслофорсунки. Разборка закончена. Резюмируем. Когда корейцы начали самостоятельно разрабатывать дизельные двигатели, у них все отлично получилось, в отличие от итальянцев. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».